Дорогие друзья, уважаемые товарищи, удивительным образом Первомай и Светлое Христово Воскресение объединились сегодня, отстаивая самые лучшие идеалы человечества. Дорогие друзья, справедливость, совесть, труд, уважение к тем, кто своим умом и талантом создает главные ценности на земле. Но хочу вам напомнить, что в 45-м, в этот майский день, Красное Знамя Октября тоже было водружено над Рестагом, символизируя нашу победу. В этот день Иосиф Сталин подписал указ о присвоении четырем городам звания городов-героев Ленинграду, Сталинграду, Севастополю и Одессе. Мы сегодня собрались и прошли по всем городам и весям нашей державы для того, чтобы заявить, что солидарность и дружба народов – это главное оружие, которым защищается человек труда. Возвеличивая себя на пьедестале, пьедестале славы и умножая мощь нашей великой державы. За тысячу лет солидарность продемонстрировала уникальные результаты. Но самые высокие они были в эпоху ленинско-сталинской модернизации, когда солидарность трудового народа, который сплотился вокруг партии большевиков, позволила распавшейся империи объединиться в великое союзное государство. Когда новая экономическая политика, собрав все лучшие силы, сумела поднять полумертвую страну и возродить ее промышленность и экономику. Когда индустриализация страны позволила построить 9 тысяч на ту пору лучших заводов и обеспечить нам возможность победить в мае 45-го. Именно солидарность талантливых людей, рабочих и крестьяна, ученых и интеллигенции сумела позволить нам прорваться в космос. И недавно мы с вами отметили 55-ю годовщину полета, исторического полета русского советского офицера Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Это была вершина научно-технического прогресса. Впервые за тысячу лет солидарные действия всех граждан страны, всех от рабочего до ученого позволили доказать, что лишь советская власть, народная власть способна открывать космические просторы. Впервые за тысячу лет мы стали первой в мире державой по научно-техническому прогрессу, науке и классному образованию и социальной защите. У нас есть возможность вот за последние годы сопоставить 25 лет ленинско-сталинской модернизации. И 25 лет исполняется в этом году, когда подельники Ельцина, придя к стране, предали идею октября и трудовой народ. Тогда распавшаяся империя превратилась в союзное государство. Тогда и полуграмотная страна стала самой читающей в мире. Тогда отсутствие науки вдруг превратилось в феномен, который с восторгом наблюдал весь мир и поклонялся нашим лучшим достижениям в общеобразовательной и высшей школе. Те, кто предал идею октября и заявил, что для них будет главным рынок олигархи, спекуляции, воровство, за эти годы уничтожили 80 тысяч производств. Они не сумели решить ни одной исторической задачи. Да и не ставилась такой задачи. Сегодня, когда страну берут в клещи и Обама ездит по Европе, заставляя Европу подписывать соглашение. Сегодня, когда в Азиатско-Кихаянском регионе возревает новая расстановка сил и нас пытаются выдавить и оттуда. Сегодня, когда растерзали Братскую Югославию, уничтожили Ирак, уничтожили Ливию и издеваются над Сирией, вдруг стало ясно, без государственно-патриотической политики не решить эту проблему. Недавно на Ноздуме отсчитывался Медведев своим правительством. Я прямо сказал, что у нас нет сегодня единого правительства. Есть государственно-патриотический блок, который успешно отстаивает интересы во мне, который пытается противостоять натовцам, который решает проблемы безопасности, сегодня осваивая Север и укрепляя наши вооруженные силы. Есть те, кто хорошо пашет и честно трудится, но они не получают должного финансирования. Но по-прежнему в финансах и экономике господствует та линия, та грязная колея, которую протоптал Ельцин, Гайдар и Чубайс, по-прежнему издеваясь над нашей державой. Идя по этой колее, нельзя решить ни одной проблемы. И для того, чтобы проводить государственно-политическую линию, успешно надо минимум иметь достойное финансирование, уважение к человеку труда. В этой связи наша партия, патриотические силы, выдвинули комплексную программу вывода страны из кризиса. Она утверждена на Орловском форуме. Она поддержана всеми крупнейшими коллективами страны. Она сегодня представлена нашей командой в ходе выборной кампании во всех городах и населенных пунктах и принимается с огромным уважением. Суть ее сводится к следующему. Не может быть успешной страны, независимой и солидарной, если вам доллар диктует свои позиции. Если вы вынуждены за одну зеленую бумажку платить 65 рублей. Наша валюта, наша экономика, наши финансы должны быть суверенны и независимы. И мы предлагаем такое решение. Но для этого надо национализировать минеральную сырьевую базу, чтобы все недра работали на каждого человека, а не на кучку упырей, которые не хотят дороплатить нормальные налоги. Для этого надо ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность и все сделать для того, чтобы казна пополнялась. И эти средства шли для того, чтобы поддержать прежде всего детей, женщин, стариков. И прежде всего детей войны. Их 12 миллионов. Они получают месяц жалкие 10-12 тысяч, которые бесценились и влачат жалкое существование. Гитлер отнял у них детство, а нынешняя финансо-экономическая политика отнимает обеспеченность старых. Для этого надо все сделать, чтобы лодунг забота о рабочем и крестьянине был реализован. Для этого надо минимум 10-12 процентов расходной части бюджета вкладывать в село и поддерживать базовые отрасли производства. И прежде всего станкостроение, робототехнику, электронику, приборостроение. У нас готова и эта программа. Мы подготовили блестящую команду, которая отстаивает ваши интересы на всех протестных акциях. И Владимир Иванович Кашин уверенно проводит эти мероприятия, защищая человека труда, отстаивая все лучшее, что есть на нашей земле. Но может быть будущее при одном условии, если у вас есть классное образование и великолепная наука. Мельников и Иван Иванович вместе с Нобелевским лауреатом Жаресом Латферовым подготовили великолепную программу образования для всех, которые гарантируют каждому молодому человеку вплоть до высшего бесплатного образования и первое рабочее место. А сегодня каждый второй платит и каждый второй не может найти работу по профессии. Эта программа может быть выполнена уже в ближайшее время, если мы получим активную поддержку от избирателей в сентябре на выборах. Я не оговорился, когда сказал, что выборы в этом году это все равно, что 41-й и 91-й. Дальнейшее продолжение финансовой политики, когда полстраны живет на 15 тысяч рублей менее, олигархи набивают карманы и не хочет платить налоги и вкладывать средства в развитие своей экономики, шревато катастрофой. Мы не можем этого допустить третий раз за последние 25 лет. Лишь солидарность трудящихся, лишь воля граждан к возрождению нашей державы, лишь наша общая мощь, классное образование и наука могут позволить решить эти проблемы. У нас с вами сегодня по периметру одни больные места. Наших ребят не пускают поляки. При Балтике полторы тысячи американских танков, им все не имется, летут к нашим берегам. В Киеве сидят нацисты-бандеровцы, которые расстреляют братский Донбасс и снова готовы покуситься на независимость нашего родного Крыма, который вернулся в свою российскую гавань. Мы должны прекрасно понимать, что будут уважать, если мы будем сильными, образованными, грамотными, энергичными, жизнеспособными. Но без социализма, без справедливости, без солидарности не решить эти проблемы. Поэтому не случайно миллионы граждан приходят на митинги. Не случайно они поддерживают нашу партию. К нам активно идет молодежь. У нас созданы пионерские комсомольские организации, народно-патриотические. Я благодарю молодежных лидеров, которые следуют дорогой Ленина и Сталина, дорогой побед, дорогой солидарности и мира и дружбы народов. Благодарю весь наш актив, который мощно трудится в ходе выборной кампании. Я надеюсь, что мы проведем достойно и День Победы. У нас в этом месяце на Красной площади принимаем 5000 пионеры, молодых, прекрасных ребят. Состоится большой межнациональный форум Башкирии, где мы еще раз заявим, лишь в дружбе народов, уважении человека труда, есть будущее нашей державы. И кто бы ни был в политике, они должны помнить главное. Рабочий крестьянин, учитель, врач, инженер, ученый и военный – это та главная сила, которая в состоянии решить любую проблему. Они должны быть обеспечены, они должны быть самые уважаемые. И зарплата должна определять жизненный тонус всей страны. А сегодня они больше всего страдают от безденежья и неуважения к своей истории. И должны еще помнить, нас не оставят покоя, если мы будем проводить государственную патриотическую линию. То бельмо на глазу, которое сегодня установили на Урале в виде Ельцин-центра – это убожище, которое оскорбляет всю нашу тысячелетнюю историю. Этот центр больше, чем зимний дворец. Все русские цари в гробу бы перевернулись, узнали, что пьяницы и предатели поставили такой центр. Молодые люди, когда проходят по этому центру, они в ужас приходят, глядя, как царушники вместе с лицаристами отобразили нашу историю. Там нет ни одной славной страницы, ни одного государя, ни одного генсека, ни одного политика. Все свелось к предательскому 91-му и распродаже державы. Мы должны быть внимательны, потому что посреди России на Кавказском хребде поставили эту язву, эту борячку для того, чтобы заявляли снова об уральских республиках, а отдельной Сибири мы это проходили. Мы все сделаем, чтобы солидарная мощь народа возродила великую державу. Наше союзное отечество, наше братство славянских народов, наше уважение к каждому, кто своей мощью, верой, правдой и достоинством сражался, возрождал и восстанавливал нашу державу. Да здравствует социализм, да здравствует справедливость, да здравствует солидарность, да здравствует дружба народов. Ура! 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 Ура!